Рим как лазанья или слоеный пирог. Вы, наверное, часто слышали это выражение. В древние века, как и в средние, новые дома строили поверх старых. То есть современные дома построены поверх средневековых. А под средневековыми домами находятся дома древнего Рима. И так продолжалось на протяжении веков. Благодаря археологическим раскопкам и сегодня мы можем видеть эти дома и изучать их. Античные дома Рима сейчас находятся на глубине 6, а то и 12 метров ниже уровня земли. Рим всегда был очень зеленым городом. Частные и общественные сады занимали одну треть города. Дома древнего Рима строили из красного кирпича. Крыши покрывали черепицей. Однако, если приблизиться к центру города, то дома и общественные здания были построены из травертина и украшены мрамором. Дома украшали портики, колонны не только из белого мрамора, но и из цветного. Скульптуры в то время были не белые, как мы привыкли видеть. Они были цветные. Их раскрашивали разными цветами. На многих скульптурах, дошедших до нашего времени, до сих пор можно рассмотреть остатки краски. В музеях Ватикана находится много скульптур. Там все можно близко и подробно рассмотреть. А перед нами колонна Трояна. Так она выглядела в первом веке. А сейчас она белая. А также скульптуры делали из бронзы. Потом почти все они были переплавлены на оружие. Говорю почти, потому что несколько скульптур все-таки дошли до наших дней. Они были или хорошо спрятаны. Или скульптура представляла важную и почитаемую персону Рима. Например, конная статуя Марка Аврелия уцелела только потому, что долгое время Марка Аврелия принимали за Константина. Или скульптура Геракла, которую похоронили после удара молнии. Я вам рассказывала о ней в прошлом видео. Сегодня поговорим о том, где жили древние римляне. Римские жилища называли инсулы, домусы, городские и пригородные виллы. В городе было много больших общественных и культурных зданий. Это термы, театры, цирки, храмы. Большую территорию города занимали императорские домусы и сады. Где же тогда жили простые римляне? Древний Рим времен империи был многоэтажным городом. В нем проживало около миллиона или миллиона с половиной человек. Людей надо было где-то размещать, и поэтому было принято решение строить многоэтажные дома, которые назывались инсулами. Именно от этого латинского слова, инсула, происходит современное итальянское слово «изолато», означающее «изолированный». Если же судить по числу жителей инсулы, то это была целая маленькая деревня, только жители ее расположены по вертикали. Это настоящие небоскребы тех времен. Например, жилые постройки не должны были превышать 21 метр. По нашим меркам это семиэтажное здание. При строительстве не всегда соблюдали ограничения. В результате здания были непрочными и часто обрушались. Обратите внимание, что вдоль всего здания идет полоса красного цвета. Этот цвет еще называют помпейский. Эта полоса служит не только украшением здания, но и как маскировка от грязи и пятен. Были в инсулах и балконы. Это настоящая роскошь, не всем доступная, вроде садика и террасы. Сюда можно было выйти подышать свежим воздухом и погреться на солнышке. И сейчас в современном Риме очень много таких террас. Кто был в Риме, знает, что первые этажи жилых домов, а в Риме их называют нулевые, занимают магазины, аптеки, бары, рестораны. А сейчас посмотрите на картинку. Ничего не изменилось. Все это позаимствовано с Древнего Рима. В Древнем Риме на нулевом этаже находились таверны, лавки, мастерские. На первом жилом этаже жили зажиточные люди. А потом, чем выше этажом находились комнаты, тем дешевле они стоили. На самых верхних этажах жили люди из городских низов. На самых верхних этажах комнатки были тесные и переполненные людьми. Застекленные окна были только у богатых, так как стекло стоило очень дорого. На окнах верхних этажей вешали шторы, шкуры, в зависимости от времени года, или деревянные ставни. Для того, чтобы было светло, надо было открывать створки. Самые тяжелые дни для жителей Инсул были, когда шел дождь. Приходилось сидеть в потемках или зажигать масляные лампы, после использования которых помещение пропитывалось неприятным запахом и копотью. На верхних этажах жили работники, каменщики, носильщики, мелкие ремесленники со своими семьями, чуть ниже более состоятельные римляне. На первом жилом этаже жили только те, у кого было много денег, богачи и разбогатевшие торговцы. Обитателям верхних этажей Инсул жилось не сладко. Хоть в то время канализация уже была, но верхние этажи Инсул не были к ней подсоединены. Жителям верхних этажей приходилось спускать ночные горшки и нести их до выгребных ям, либо выливать через окно прямо на улицу, что часто они и делали. Выливали содержимое ночного горшка прямо из окна. В Риме существовали законы, наказывающие тех, кто выливает содержимое горшка из окон. Но наказание зависело от ущерба. Например, забрызгали тебя или просто напугали. По акведукам ежедневно в город поступала вода. Но пользоваться водой могли лишь жители первых этажей Инсул. Людям, живущих на верхних этажах, приходилось носить воду с фонтана. Из-за отсутствия воды Инсулы быстро зарастали грязью. В Инсулах были свои водоносы. Они могли доставить воду любому жильцу, но за это надо было платить. А это не все могли себе позволить. После пожара в Риме при Нероне всех обязали иметь запасы воды, чтобы можно было быстро затушить пламя. На улицах Рима насчитывалось 46 тысяч Инсул. Попади житель Древнего Рима в наше время, глядя на наши многоквартирные и многоэтажные дома, чувствовал бы себя как дома. Ничего не меняется. Так как Инсулы были предназначены для сдачи жилья в наем, застройщики старались строить дома без всякой меры ограничения, нарушая все запреты по высоте. Сохранилось упоминание о громадной Инсуле, которая была подобна современному небоскребу. Если было разрешено строить здание в семь этажей, не нарушая запрета, то эта Инсула должна была быть этажей так в 10 или больше. Таких высоких Инсул было очень мало в Риме, но они были. Даже сегодня, прогуливаясь по центру Рима, можно увидеть остатки от Инсулы. Вот, например, Инсула на площади Венеция. Она находится между алтарем Отечества и лестницей, ведущей к алтарю небес. Мимо нее проходят тысячи туристов. Но мало кто ее замечает. Если вы остановитесь здесь, немного фантазии, и вы сможете представить, как были обставлены эти квартиры и кто в них жил. В этом и есть прелесть самостоятельного туризма, что ты можешь остановиться на неопределенное время и вдохнуть жизнь многовековой истории. Комнаты в Инсулах были очень тесные, темные, без туалета, воды и кухни. Все удобства были на улице. Чтобы помыться, римляне ходили в термы. Нужду справляли в латринах. Так назывался общественный туалет. А голод утоляли в тавернах, где подавалась еда и вино. Могли перекусить в попине. Так назывался трактир. В литературе это место описывается как место для пьяниц, которые пьют, дерутся и тут же остаются спать. Или в термополии. Это что-то вроде древнеримского фастфуда. Представляете, фастфуду 2000 лет, и здесь ничего не изменилось. Если обобщить, то Рим был как один большой дом. Спальня находилась в Инсуле на одной улице. Общественные туалеты латрины на какой-то другой улице. Термы вообще в другом квартале. Питались сегодня здесь, а завтра в другом месте. А места для развлечения были разбросаны повсюду. Жизнь в Риме кипела. Хотите узнать, как выглядели латрины, то есть общественные туалеты в Древнем Риме? В туалете не было смыва. Но туалеты строили таким образом, чтобы под туалетом можно было пустить какой-то ручей. Чтобы тот уносил нечистоты в специальное место, ну а затем в клоаку. Человек заходил, садился, делал дела. Но только вместо того, чтобы протянуть руку за туалетной бумагой, римлянин тянул руку за терзориумом. Это губка на палке для попы. К концу палки приделывали натуральную морскую губку. Сделав дело, человек брал палку, подтирался и тут же в туалете промывал ее уксусом или соленой водой и оставлял для следующего посетителя. Как вы понимаете, все это обрабатывалось плохо, и с помощью терзориума стали передаваться различные заболевания. Были туалеты и с дорогой отделкой. Предназначались они для состоятельных людей. В туалете были установлены фонтаны, висели клетки с птицами, а места для сидения были сделаны из мрамора и даже украшены росписью. В холодное время года туалеты обогревались. Чтоб в туалете не пахло, вешали всевозможные благовония. В таких туалетах даже были специальные люди, которые своим телом грели место для хозяина. Несмотря на неприятный запах туалета, римляне спокойно сидели и общались. Где-то читало, что общественный туалет сравнивали с форумом и называли его одним из публичных мест. Кто-то там тихонько беседовал, кто-то рассказывал новые анекдоты, все общались и шутили. В Риме насчитывалось 144 общественных туалета. Где находились латрины в Древнем Риме, легко было узнать по большому количеству людей, которые собирались возле них. Еще по походке. Обычно в латрину забегали, а выходили уже спокойно, не спеша. Туалеты были платные. У входа всегда сидел раб. Слышали такое выражение «деньги не пахнут»? В 70-е годы нашей эры император Веспасиан вел налог на латрины. Его сын Тит упрекнул отца, на что император поднес к его носу монету и сказал «деньги не пахнут». После этого налога мочу стали собирать. Горшки с мочой сынцул стали выносить на улицу и сливать в большую емкость. Потом раз в неделю приезжала группа работников, забирали эту огромную емкость и увозили в прачечную. Почему в прачечную? Потому что древние римляне стирали свои тоги и туники в моче. Моча человека полна аммиака. Это отличное природное моющее средство. Люди, работающие в римских прачечных, весь день топтали одежду босиком в огромных чанах человеческой мочи. А теперь давайте поговорим немного о термах. Большинство римлян посещали общественные бани или термы. Термы были построены специально для народа во всех кварталах города. В термы ходили не только для мытья, но и пообщаться, обменяться последними новостями. Также там были места для прогулок, библиотеки, место для физических упражнений, можно было позаниматься различными видами спорта. Также были комнаты для косметических процедур. А при выходе из терм были таверны и лавки. Вам ничего не напоминает? Прямо как в нашем современном мире. В термах были разные помещения, где посетители разогревались, парились, мылись, а потом принимали холодные ванны. В некоторых термах мужчины и женщины мылись отдельно, а были термы, где мылись все вместе. Термы закрывались на закате. Но и после этого римлянам всегда было где провести время. Кто-то шел в театр, кто-то в таверну, где можно плотно покушать, крепко выпить и поиграть в азартные игры. А кто-то шел в лупонарий. Лупонарий в Древнем Риме называли публичный дом. Название происходит от латинского слова «волчица» – «лупа». Так в Риме называли проституток. Они носили яркую и короткую тунику. И, говорят, уже в то время платили налог властям. Сегодня мы поговорили немного о жизни и быти римлян. Эту тему можно еще долго продолжать, углубляясь в тонкости. Вообще, площадь Венеция – волшебное место. Тут, стоя на одном месте, можно одновременно побывать в античном Риме, средневековом и современном. Когда будете в Риме, обращайте внимание на все. Заглядывайте даже в темные уголки. Вот вам пример инсула, о которой мы сегодня говорили. Это видео опубликуют 4 мая. День, который Италия очень ждала. Мы переходим во вторую фазу выхода из карантина. Сегодня многие итальянцы выходят на работу, открывают парки, жизнь потихоньку возвращается в нормальные русла. Я не побегу сегодня гулять по пустынному центру Рима. Хочу еще немного подождать. Буду наслаждаться свободой, гуляя по паркам. А если честно, мне очень страшно видеть пустынный город после карантина. Я всех вас очень люблю. Берегите себя и всего вам самого хорошего. До новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok